Всем привет! Говорит GetFun, а перед вами подробное руководство по игровым режимам в игре World of Warships. Чем они отличаются? Что ж там надо делать? Ну и вообще, какие такие особенности поведения той или иной техники в таких режимах? В общем, поехали! Постараюсь коротко, ёмко и без лишней воды вести вас в курс дела. Режимов на момент выхода этого видео несколько. Стандартный бой и превосходство. В каждом из режимов достаточно важно играть с командой, а не разбредаться кто куда. Ведь один из способов победы – это уничтожение всех кораблей противника, а в одиночку уничтожить всех задачи не из легких. Однако, существует и второй способ победы – захват и удержание баз. Этот способ гораздо сильнее влияет на тактику боя, нежели первый. Но при этом, из-за этой особенности порой командная игра еще важней. Но давайте лучше на конкретных примерах. Предварительно. Давайте коротко разберемся, какие глобальные задачи, кроме уничтожения вражин, во время боя в любом режиме должен выполнять тот или иной класс. Авианосцы. Давать свет, завоевывать воздушное пространство, давать урон ударными эскадрильями и не забывать давать разведку ястребами. И ими же защищать своих союзников от вражеских ударных групп. Линкоры. Дефят или продавливают направление, причем делают это не в одиночку, а в ордере с другими линкорами или крейсерами. При этом, этот класс техники держится большой воды, воюя на второй линии при дефе, а при атаке вырывается на первую. Эсминцы. Самые смелые бойцы. Действуют практически под носом у противника и при этом выполняют стратегические задачи, поставленные тем или иным режимом. Роль крейсера объемна, но вкратце это корабли-саппорты. Они дают прикрытие эсминцам, помогают линкорам в атаке, в общем, выбирают роль, отталкиваясь от сильных сторон корабля и выбирают фланг также. Ну а теперь по режимам. В стандартном бою тактическая задача, поставленная командом, захват базы. Самих баз может быть две, по одной во владении каждой из команд, а может быть и всего одна база, и на начало боя она нейтральная. Так вот, говоря о стандартном режиме с двумя базами, важно понимать, что в тактике тут все просто. Захватите базу противников, пока они не захватили союзную базу. Захватить базу просто, нужно зайти в область базы и не получать урон некоторое время. Так, вы накапливаете очки захвата, но стоит противнику зайти в область базы, как накопление очков остановится. Потому пускать вражеский корабли к базе не стоит. Для полного заполнения шкалы захвата в одиночку потребуется около трех минут, но действуя в группе, время на захват уменьшается. В теории все оказывается просто, но далеко не все игроки понимают, как сильно в этом случае важна тактика. Ведь если вся команда уходит в атаку и бросает союзную базу, далеко не факт, что она победит. Потому как Юркий, незаметный эсминец, может в этом случае втихую, в середине боя, оказаться на захвате, а времени на возвращение на деф у вас просто не будет. Совершенно иная тактическая картина в режиме с одной базой – встречный бой. Конечно, тут также нужно захватить базу, но при этом все силы команда обычно стягивает на один фланг. Потому в режиме творится гораздо более экшовое корабельное топилово. Потому как захватить базу под шквалом огня практически невозможно, если только, конечно же, вы, не незаметный эсминец. В общем, основное отличие в этом режиме заключается в том, что затащить на тактике практически невозможно. Тут в первую очередь необходимо уничтожать корабли противника на подходе к базе, постепенно оттеснять их позиции и позволить более незаметным кораблям завершить захват. Третий режим в игре – превосходство. Категорически не похож в плане тактики на два предыдущих. Главное отличие тут – это механика накопления превосходства, которая в корне меняет роль точек захвата. Вот тут командная игра категорически важна. Минимальный вклад в победу в этом режиме – это банальное выживание. Потому идти с криком «Бонзай!» В атаку, после которой вы умрете, выбор не лучший. Дело в том, что в превосходстве каждое событие в бою имеет свою ценность. Утопили вражеский корабль – отлично! Получили в союзную копилку очков на ценность корабля и вычеркнули из копилки противника еще больше. К слову, для победы в копилку нужно набрать целых тысячу очков. За уничтоженный «Большой авианосец» или «Линкор» ваша команда получит 60 очков, а противники потеряют 90. Уничтожили эсминец или крейсер, получили 25 и минуснули 40 у противника. Понимаете, к чему я клоню? Понеслись вы в смертельную атаку, умерли, отдали противнику ценность своего корабля. А еще и отодвинули свою команду от победы. Иначе, как саботаж, такие действия не назвать. Но не будем отвлекаться. Точки захвата в этом режиме также сильно влияют на тактику. Всего их может быть три – на небольших картах типа «Линия разлома» или целых пять, как на краю вулканов. Но не важно, сколько их. Главное – это принцип их работы. Пока база принадлежит команде, владелец будет получать сфиксированное количество превосходства каждые несколько секунд. На небольших картах с тремя точками «Острова», «Линия разлома» и «Новый рассвет» по три очка каждые пять секунд. На картах «Ледяные острова» и «Два брата» с четырьмя точками – по два очка каждых четыре секунды. А на карте «Север» с четырьмя точками – три очка за шесть секунд. Ну а на крае вулканов с пятью точками всего лишь по одному очку каждые три секунды. А если на той же карте будет всего три базы, то их ценность будет два очка в пять секунд. Эта таблица ценностей баз актуальна для патча 0.4.0. Замечу, если вы заметили разницу с видео, то не беспокойтесь, просто кадры сняты в предыдущем патче. Ну да ладно, в любом случае зубрить эту информацию не нужно. Просто попадая в режим превосходства, зажмите «Альт» и почитайте, какая ценность баз и так далее. После включайте внутреннего математика и посчитайте, как быстро, только защищаете точки, ваша команда победит. При этом не стоит забывать, что дефить точку гораздо проще, чем захватывать. Ведь каждое попадание по захватчику сбрасывает таймер захвата. Потому тут также важно эсминцам захватывать точки, крейсерам уничтожать эсминцы противника и прикрывать своих. И, конечно же, не забывать, что захваченную точку противник сможет отобрать себе. Потому бросать точки интереса не нужно. Лучше захватить половину из возможных и дефить их. Вот и все. Надеюсь, моя работа была вам полезна. И теперь вы точно знаете, как действовать в том или ином режиме. Я же буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Семи футов под килем и удачи вам! Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.